Приду сейчас домой, возьму твою курицу в себе, всю заберу и буду смотреть подростковые американские комедии, не буду называть фамилии, и меланхолией заниматься, да, вот так. И там, наверное, что-то нам написали. Давайте покажем, Софья Афанасьевна прислала нам фотографию. Вот Софья Афанасьевна, молодец женщина, покажите Наташа. Так, а что-то, а, на фоне тыквы, Софья Афанасьевна тоже имеет тыкву, показывает тыковку, как некрасиво, у меня колпак-то оказывается, надо поправить колпак. А она написала еще что-то сейчас, Софья Афанасьевна, я прочту, что вы там нам написали. Окей, так, отцу, это не вы, а вот вы. Алексей Иванович, что-то тыква у меня темным снимком выходит, но вот как-то так. Так, извиняйте, мне тоже подарила соседушка, добрый, еще раз, Александр, с днем рождения, а вас с именинником из Топольков, Софья Афанасьевна. А тыковка у вас темная получается, потому что экран светлый, и вот, поэтому тыква получилась затемненная, ничего страшного. Зато как красиво, не подглядывай ко мне. А ватрушки обеденные, что такое обеденные ватрушки, спрашивает нас, Софья Афанасьевна. А я не знаю, Софья, ты мне перекроешь сейчас, ты перекрыл уже меня камерой. Мне нужна вилочка. Вилочка тебе нужна. Сейчас дадим вам, Александр Николаевич. А почему никто не спрашивает, сколько лет исполняется Александру Николаевичу, а я бы открыл эту тайну. 18, ха-ха, три раза, 44 ему. 44 года. Да, да, 44, конечно. Или 52, не помню уже. Ну, как-то вот так. 22-41. Спасибо, Наташа. 22-41-18 наш телефон, если что. Нам вот эти вот принадлежники уже, Александр, же не нужны. Ты будешь закрывать тыкву, нет? Тебе, ну, так, ты не закрывай камеру своим крупам, так сказать. Я не буду закрывать. Не телевизионный человек. Вот я не умею плавать, я не лезу к тебе в бассейн. А ты тут уже расходился по нашей комнате. Что надо, говори, у нас есть специально обученные люди. Пока ничего не нужно. Не нужно, мы не будем курицу открывать, чтобы она подшарилась. Я уже открыл. Открыл уже? Открыл уже. Ты что, руками вот залез без перчаток туда? Так я же взял вилочку. У нас есть специальные эти штуки. А там все в курятке. Подумают, что мы бедный к телеканалу. А мы богатый телеканал. У нас даже вот кухня есть. 22.41.18. Ну ладно, твой день рождения продолжаем справлять. Или как пил шнур. Я день рождения не буду справлять. Все достало. Ну и далее по тексту. Итак, на чем мы остановились-то, господи. Смотрите, он уже в моем телефоне, как в своем. Я как-то нервничать начинаю, Александр. Алена поздравляет вас с днем рождения. А, это мы читали. А, ты песню обещал. Во, какая песня любимая. Давай. На день рождения. Давай, пой. Господи. Потом спрашиваете, почему это? Вот представляете, человек сейчас запоет. Я понимаю, если бы это был корка-данс, Марина Штарк. Я уже про это забыл, кстати, про песню-то. Ну, пока соображай, я прочитаю следующее поздравление твоим. От Зубовой Насти. Занимается в группе. Я хочу поздравить своего тренера по плаванию, Александра, с днем рождения. В его день рождения. Я искренне желаю, чтобы... Ну, давай я перейду на тебя вот так. Чтобы ваши мечты исполнялись. Желаю счастья, здоровья, новых достижений и успехов. Достижения, как я понимаю, в кулинарном творчестве, да? Ты же спортом не занимаешься теперь? Почему я занимаюсь? Ну, на каких соревнованиях ты был последний раз? Не, ну, последний раз я был на соревнованиях лет пять назад. Но так я просто поддерживаю себя в форме. Я очень люблю ходить на ваши занятия по плаванию. И вы очень позитивный тренер, пишет Зубова Настя. У тебя там одни Настя, что ли? Вот от Анастасии следующая. Ну, не Зубовой, какая-то другая Настя. А там была просто Настя, это Анастасия очередная. Александр Николаевич, самый лучший, веселый, жизнерадостный тренер. Жду воскресенья, чтобы пойти на занятия. Так, а это Анастасия, видимо, великовозрастная. У тебя же воскресенье, ты сказал, для взрослых. Со следующей недели. Это из группы все. По воскресеньям еще группа есть для детей, а они ходят сюда заниматься. Александр Николаевич, поздравляем вас с днем рождения. Желаем всегда оставаться на плаву. Тренеру по плаванию-то, ну да. Желаем никогда не попадать в водоворот. Логично. Проблем. А, не попадать в водоворот. Проблем. А то я думал, проблем пожевали. Ты посолил? Так все посолил. Точно? Точно. Точно, точно. Точно. Проблем. Желаем ловким брасам со скоростью света плыть навстречу своим мечтам. Он же разобьется со скоростью света брасам. Представляете, он же, господи, только тынц и в бордюр. Или в поребрик, или как это у вас? В бортик. В бортик. Со скоростью света ловким брасам плыть навстречу своим мечтам. Вам желаем мы успехов, новых тренерских побед. Делаем вам гореть любимым еще много-много лет. Афанасьевна спрашивает, ватрушки обиденные где? Я не помню про ватрушки, говорили мы что или нет. Я знаю, что на следующей неделе у нас запланированы булочки. Булочки Синнабон с Ларисой Шевердук. Ну, то есть булочки-то не с Ларисой будут, а мастер-класс от Ларисы. А булочки будут с корицей и с халвой, насколько я понял. Так, Ольга, наконец-то другое имя появилось в этой ленте. Здравствуйте, хочу поздравить хорошего тренера и замечательного человека. Меня так припекает тут этой духовкой. Я уже вот так уже скоро буду. Разварилась. Как сама курица. И замечательного человека Александра. С днем рождения. Александр, дети от вас в восторге. Желаю всех благ. П.С. По скриптум. От вашей курицы слюнки потекли. Вы ее видели только в сыром виде. От нее не могли тогда бледная такая курица. От нее не могли слюнки течь, Ольга. Посмотрим, вот когда мы ее достанем. Цветочники обещали стряпать синабоны. Да, Софья Афанасьевна, это будет через неделю, я надеюсь, если доживем, если земля не налетит на небесную ось. Если меня после сегодняшнего эфира не уволят. Поэтому добрый вечер. Вопросы от Софьи для Александра Николаевича. Кто такая Софья? Это много. Много? Популярное имя. Ой, нам прислали авокадо со сливками. Сейчас я, Наташа, тебе перешлю и ты увидишь. Покажешь. Так. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какой ваш любимый праздник, Александр? И песню готовь. Я тебя без песни не отпущу. Любимый праздник это 9 мая. День Победы. Как все запрограммировано. А что не Новый год? Да Новый год. Это обычный день. А день недели какой любимый? Понедельник, да? Воскресенье? Любимое время года? Зима. И скажите, пожалуйста, вы жаворонок или сова? Жаворонок он жаворонок. Точно знаю, откуда не скажу, но... Ну, точно не сова. Но в 7 утра он уже на ногах, а в 10 в постели. Жаворонок, да? Да. Ага, вот про круговороты, вот проблемы, где вот я читал сейчас. Это от Софьи Сметанина и всей ее семьи, вот мне говорит Наташа в ухо. Дальше. Любимого племянника поздравляет с днем рождения кто-то, кто именно не подписался. Ну, либо дядя, либо тетя. Одно из двух. Желаю здоровья, удачи во всех начинаниях и, конечно же, настоящей любви, Александр. Очень рада. Значит, тетя, раз рада, да? А ты знаешь, у тебя много тетей? Да. Нет. Две. Ну, вот одна из них. Очень рада, что твои кулинарные таланты наконец-то пригодились. Люблю, целую, обнимаю. И вон смайлики, видишь? Спасибо. У меня вся лента в смайликах. Наталья, тетя Наташа. Да. Есть такая, да? Тетя Наташа. Ну, Наталья, она подписалась. Еще одно от Марины Трояковой или Троякова. Марина Троякова или Троякова? Вот Яна Троянова, да? Марина Троякова, может. Троякова, может. Поздравляю, Александра, с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, успехов во всем. Узнала Александра, учились вместе в 25-й школе. О, ничего себе. Ничего себе. Привет тоже. Марин, подъезжай сюда на Советскую 32. Мы сейчас встречу школьных друзей устроим. Конечно. Все, дружились с Мариной? Да я не помню вообще такого имени. Нет, в школе я не знаю. Это было давно. Привет, а теперь нет. Я же говорю, ему 44. И память уже отказывается. Память уже, да. Марин, присылай свою фотографию. Делай селфи на фоне нашего экрана. Я ему покажу, и мы покажем тебя. Чтобы как так не узнал. Я вот всех своих одноклассников. Пусть даже уже и плохо выглядит. Что там прислали? Наташа, я пересылаю нам в чат нашу общую фотографию. И мы сейчас ее покажем. Ты ее видишь, да, Наташа? Увидела? Да. Так, вот, эту вот фотографию нам прислал один доктор. Не буду говорить, какой доктор. Ну, прямо скажу, докторша. Они следят за моим здоровьем все. Господи, дай вам Бог здоровья. Да, мне надо кровушку-то к вам сходить. Обновить, так сказать. А у нас салат со шпинатом и авокадо и оливки. На фоне нашего телевизора. Ну, могли бы, уважаемая Олеся, сфотаться и на фоне с нашими мордочками. А то на фоне нашей тарелки вы и ножа сфотались. Это так угрожающе, я смотрю, смотрится. Наташенька, покажешь даже? Наташа старается, торопится. Вот присылайте такие фотографии, а мы потом, может быть, вот. Смотри. Вот такой. Ой, что там это еще раз так? Авокадо и оливки. Салат со шпинатом, авокадо и оливки. О, поправилась наша Алисия, докторша. И прислала другую фотку с нашими лицами уже. Давайте ее теперь посмотрим. Смотрите, какой у нас веселый, забавный сегодня вечер. Абакан-24 еще не то вам выдаст. Наверное. Замечательный канал, замечательная программа. Ну, гости бывают и лучше, конечно. Но что Бог послал, то имеем день рождения, отмечаем. С моим чаем, да? Вообще чай очень хороший. Не доделал я его. Я понял, чего там еще не хватает. Я думал, будет круче. Ну, ничего. Будем учиться дальше. Естественно. Можно попробовать пока салатик. Я же не могу. Вон, смотри. Новый салат. От нашего медицинское светило нам послало вот такой салат. Да, хотелось бы, чтобы вы вот так доставку организовывали бы еще на Советскую Тридцину. И к концу программы у нас бы тут столько блюд было, представь. Точно, вот такую теперь идею. Присылайте нам ваши блюда вечерние. А мы их будем оценивать. Красивые мы были. Ну, ты, пожалуйста, угощай меня салатом в тарелки какие-нибудь. Положи в тарелочки. Эти тарелки оставь для курицы. Вот, в этот салат положи. Нет, это для курицы. Так, там еще... Две надо тарелки. Вон, маленькие достань какие-нибудь. Так, от курицы текут слюньки. Помнишь, нам писали? Господи, разномастные какие-то тарелки доставки. Добавили. Алексей, когда человек голодный, сработая от вида даже сырой курицы в соусе, в предвкушении тоже могут слюнки побежать. Согласен. Согласен. У меня бывает от рыбы бегут слюньки, но уже от солененькой такой малосольной рыбки. Хотелось бы, да, попробовать. Форель вот не хочу. Ну, куда ты мне как коню-то? Я все-таки... Я за неделю потерял 3 килограмма. А ты хочешь, чтобы они вернулись? 3 килограмма за неделю. Да не вернуться ниже. У меня подиболезнь какая серьезная, так худеть. 3 килограмма за неделю. Видишь, даже что-то ручонки-то совсем тоненькие стали, да? Сейчас посмотрим. Брыльца вон появились, да? Посмотрим пока. Я думал, ты меня пошел смотреть. Ну ладно, будем нагонять. Так, подожди, подожди, подожди. Мы покажем сначала экран наш с курицей. Все, лезь, лезь быстрее, лезь. Смотри, там что. Угу. Пересолил. Девчонки, ваш тренер влюбился. А, это потому что сметане же была приправа. Угу. И, наверное, из-за этого... Влюбился ваш тренер. Так что, бабушка, будут у вас правнуки. Возможно, уже через 9 месяцев. Ну, может, через год. Тебе же надо оформить как-то твои отношения. Давай, убери это вот туда. На плиту поставь, чтобы у нас тут красиво было. Ммм. А сам-то что не ешь? Я жду, когда курица будет готова. Ммм. А меня подкармливаешь, да? Ну, заразим. Не, вот так с салфеточкой. Все, что ли? Закончился запал твоих спортсменов? Да, может, что-нибудь еще. У тебя омолочительная группа, да? Да, почему нет? Видишь, ее не хватило на всю программу. Ну, почти. Я все думал, когда вы выдохнетесь? Почти на всю программу. Все, 20 минут. Да сейчас еще будет. Ну, кстати, даже чуть-чуть. Он очень вкусный. Правда. А крышку-то что не закрыл? А потом, когда я вот еще закрою, так до эстетики. А потом открою. У нас Каролина там умирает с голоса. Но я думаю, 20 минут, Каролин. Подожди, мы тебя накормим, солнышко. Сейчас, еще 10 минут. Передайте тарелку, и мы насыпем в нашей съемочной группе. Не-не-не, эту тарелку не подходит. Нет, я вот сюда положу и туда. Они свою передадут тарелку. А, все, хорошо. Это у нас уже кружки ушли, вилки ушли, ложки ушли. И это какая-то черная яма. Дыра. Черная. Каролина, неси тарелку. Да, 22, 41, 18. Говори уже что-нибудь, я же ем. Что-нибудь. Песню. А, песню, точнее. А то я так громко жую, чтобы палок не было. Да я не знаю даже, что сказать. Александр, в год кого вы родились? Спрашивают. В год дракона? Теперь можете посчитать, сколько ему лет. Вот. А год дракона это какие годы? Это 88-й. Потом сколько? Видите, он 88-го, значит, года рождения, да? Значит, ты сразу сказал. 88-го? Да. Да? Да. Чем был примечательный 88-й год? Каролина, а ты можешь принести, вон, книговека у меня стоит на камине? Ну, мы сейчас все узнаем про тебя. Вот. Ну, а нет-нет, на камине это не камин. Это не камин. Представляете, есть люди, которые не знают, что такое камин. Каминная полка, например. Вот, книговека. Открываем, 1988-й год. Вот ни у кого нет такой книги, а у меня есть. Очень дорогая была в свое время. А я-то еще тот человек с запасом. О, вещь сразу открылась. 1988-й. Ну, пока нет поздравлений. И готовится наша курица, которую мы, я чую, мы не поедим, да? Уж успеем. В 1988-м году Коммунистическая партия Советского Союза и Советское правительство приняли решение, а я, кстати, помню, я даже помню трансляцию этого события, торжественно отпраздновать тысячелетие крещения Руси под праздник. Еще заранее, в 1983-м году, а в 1983-м году, господин товарищ Андропов правил нашей страной, русской православной церкви была передана новая резиденция Свято-Данилов монастырь. Отпраздновали красиво. По случаю юбилея русская православная церковь перевела в рамк святых несколько человек. Среди прочих был канонизированный великий русский живописец Андрей Рублев. Не иначе, как «Страсти по Андрею» Тарковского, это фильм «Страсти по Андрею» и «Иерархии» посмотрели. А что Рублев художник канонический, так в этом и раньше никто не сомневался. Ты родился в год тысячелетия Крещения Руси? Далее, чем этот год примечателен. Собакой года, как ни странно. Я, кстати, собака по году. Так вот, собака года. Догадались, о чем речь, друзья мои? Не догадались. Но вряд ли в нашей стране найдется человек, который не слышал про полиграфа Полиграфовича Шарикова, бывшего и будущего беспородного пса Шарика. А вот читавших эту повесть Михаила Булгакова гораздо меньше. Виновникам столь широкой известности похождения обыкновенной собаки следует считать телевидение с достаточной регулярностью, демонстрирующее телефильм. По крайней мере, и раньше регулярно демонстрировала фильм Владимира Бородко «Собачье сердце». Кстати, вот он скончался он уже. Впервые фильм был показан. В каком году? Наверное, в 88-м. Ну, конечно же, если мы проводим в 88-м год. Вот Круп Веселых и Находчивых у нас сегодня. Цитаты из Булгакова стали часто использоваться в разговорах. Но за все прошедшее время многие так и не смогли понять, что разруха сидит не в клозетах, а в головах. Очень актуально на сегодняшний день. 22-41-18. Что еще хочешь? Закон о печати был принят, благодаря которому у нас наступила гласность в 88-м году. Ой, толчок года. Интересно. Толчок года. Это про что вы думаете? Читаем. В сентябре 88-го года Англию поразила забастовка почтальонов. Однако нет худа без добра. Почтовикам должны быть премного благодарны производители телефаксов. Столкнувшись с невозможностью передать текст в конверте с маркой, англичане невиданными темпами стали осваивать максимальную связь с 30 тысяч. В 1985-м году к 90-му число телефаксов в стране возросло до 500 тысяч, темпы которых не видывали остальные страны. Но прибылью с почтальонами никто делиться не стал. Так, пойду я посмотрю пока. Надоел я ему своей чисткой, пошел он смотреть нашу курочку-рябу. А как мы блюдо-то назовем? Тебе рукавички дать? Не, я пока посмотрю. Ну смотри. И говори, что ты видишь. Я вижу уже румяную курочку. Ну не только румяную, чтобы доставать, да? Ну еще 5 минут и я достаю. Пока мне не показывали, я поел. Давай налью. Ты-то пей хоть. Все тебе вылью. Так жарко сегодня прям. А у нас кондитер не работает? У меня, извините, очень некрасиво я его видел. А у нас в WhatsApp много сообщений, а я книги читаю и сижу. Просьба. Не забывать свои рецепты, а стройность вам идет, не берите в голову. Это Софья Афанасьевна, да? Я тоже в год дракона кто-то написал и спрашивает, сколько мне лет. Хотелось бы меньше, а может это и больше. А Александр, нет, мне написали, Алексей сколько вам лет, его Александр зовут. Значит, Наташа, меня поправляют, вот меня тут. Я читать-то еще помню буквы. Марина Болсун спрашивает тебя, когда нам будет что-то готовить, когда вы нам будете уже что-то готовить, пишет Марина Болсун. Вы, Марине Болсун, когда будете что-то готовить? Кто это Марина Болсун? Это звонила, которая Марина. А-а-а. 12 лет, которая маленькая. А, ну, 13, да, вот. Ну, скоро приготовим что-нибудь? А что? Пицца. А вот там что, печи есть? Нет, ну, приготовим дома и принесем попробовать. Ты лучше сразу сюда принесешь. Я сюда принесу. Уже в декабре. Ну что, давайте продолжим дальше. Как-то накал страстей снизился. 22, 41, 18 родителей. Это тебя поздравили, нет? Нет, они звонили, но я говорил. Родители, совесть имеем, сына-то, сынку-то поздравляем. Вообще. А ты брата хоть поздравь своего. Как зовут брата? Здравствуйте, Денис. Денис? Денис. Денис, вот умоляю его, видите, сижу, чтобы брат тебя поздравил. Поздравь брата немедленно. С днем рождения, поздравляю. Да, всего самого наилучшего, всего то же самого, что и мне. Ну, это так. А если ты ногу сломаешь, ему тоже, что ли, ногу ломаешь? Не, ну, всего самого хорошего. Ну, косноязычен вы, Александр, косноязычен. Подготовьте речи, брата мы еще. Денис, еще раз поздравим. Денис, приходи к нам в эфир. Он нам тут уже один надоел. На тебя будем смотреть. Нам видео с песнями кто-то прислал. Почему мы не можем это показать? Там у вас указаны эти всякие мессенджеры, которые мы не можем показать. Ну, мы посмотрим сейчас еще. А ты пока песню-то придумал? Не могу придумать еще. Да я не пою с собой песню. Тебе нет любимых песен? Как с тобой жену будем заниматься? А, можем, можем. Режиссер говорит, можем. Смотрим. Звук мне включить и в ухо тогда. Хорошо, я тогда фразу года прочту 88-го. Не всякая фраза партийного деятеля, как бы это сказать, второй линии. Входит в повседневный лексикон его земляков. А вот брошенная членом Политбюро Егором Легачевым из президиума 19-я партконференции реплика в Радзрис Ельцин. Уже, наверное, никто не знает, кто такой Егор Легачев, кто такой Ельцин и что такое 19-я партконференция. Но мы, люди старой закалки, помним и 19-ю партконференцию тоже помним. Эпика в адрес Ельцина Борис, ты не прав, стала одной из любимейших в народе. И практически сравнялась с нормальной Григорией, отлично Константином Михаила Жванецкого. Так Егор Кузьмич Легачев, сам того не желая, стал юмористом земли русской. У политиков ведь оно завсегда так. Хотел одно, а получилось. Ну, Виктора Степановича Черномырдина, конечно, в этом плане. Никто не перещеголял. Ха-ха, и в 88-м году, да, Советская Россия была такая газета. И помните письмо Нины Андреевой? Такая ультракоммунистка, вся такая правильная была. Не могу поступаться принципами. Опубликовала письмо преподавателя химии из колыбели трех революций. Нина Андреева, я почему-то считал, что она из Приморья. Ну да ладно. Принципы питерской химички были весьма близки сталинским. Их публикация в официальной прессе была воспринята несогласными с Горбачевской перестройкой, как начало отката. Полтора месяца Старая Гвардия жила надеждой. Точнее, Ниной. А 5 апреля в «Правде» опубликовали, наконец, ответ. Принципы перестройки, революционность мышления и действия. Возвращаться к сталинским временам тогда не стали. Достаем, наверное, курочку. Пора. Ага, давай мы покажем сейчас видео, а ты достань пока курочку. Наташа, включай. С днем рождения. Включай видео. С днем рождения тебя поздравляет эта девочка Анастасия. Доставай вот там, варюшки возьми. Это не Анастасия, зовут Саша. А, это Саша. Истомина. С днем рождения. С днем рождения, она сказала. Спасибо, солнышко. Спасибо, Сашенька. Она, поблагодари девочку. Спасибо большое. Очень приятно. Сашенька, ну ты же чудо. Покажите нас, покажите, курицу успеете. Сашенька. Спасибо. Очень приятно. Молодец. До воскресенья. Ну, наверное, ты правда чем-то детям нравишься. Ну что, давай быстро разделывай курицу, я буду пробовать. Итак, друзья, ответственный момент. Так, сначала можно... Так, возьмем тарелочку. Это... Можно вон на большом блюде ее разделать, смотри. Нет, я хотел вот это вот, как бы сказать, отдельно положить сейчас. Давай. Это тыква. Да, это тыква на гарнир, сейчас поперемешаем. Так что... Перемешали тыкву на гарнир. Угу. Курицу с соком. Нет, у меня все-таки коронавирус, видимо. Так, это на гарнир. Нет, чай пахнет. Имбирем причем. Тыковка. Ялку можно крупным планом сюда. Так, теперь курица. Протерей салфеточку. Сейчас позову. Солнышко. Ладно, я пока закус. Смотрите, вот наша кульминация. Где фанфары? Давайте я наклоню вот так. Ну вот так как-то она выглядит. Правда мне сказали спрятать, куда их спрятать? Кстати, уважаемые господа предприниматели, если у вас есть какие-то финансы, купите мне вот эту вот, которая на Wi-Fi каком-нибудь прослушкам, чтобы я красивый был. Угу. Может просто на кусочки. Ты не умеешь разделывать? Господи, дитё-то великовозрастное. Берешь курицу, отрывай там эту. Сок-то не выливай. Опа. Хрящ сюда её. Ну и теперь хупа вот так. Сильными мужскими руками пловца. Ах, горячо. Где прихватка? Так, у меня тут табурит мой сломался. Слегка. Я уберу пока вот эту вот штуковину. Тебе полить не надо? Можно полить. Немножко. Ну сделай вот такую лодочку. Я говорю пальчиком. Листик моешь ты сегодня. Хорошо? Чей день раздей, не убери нож. Ставим сюда. Теперь быстро делаем красивое пространство на нашем столе. Прям быстро вот так делай. Надо было тык вот они в эту тарелку, а в эту плоскую тоже. Ну да ладно. Можно салатчиком. Я, конечно, отправляюсь с салатом. Сервируй. Можно. Растерялся мужик наш. Да нет, почему? Можно салатик и так маленько добавить. Ах, я не видно. Ничем-то ты помараешь с салатом. Только посуду помараешь. То потом это всё убирать будет. Так, для красоты немножко. Помидорок положил. Я похож на кролика, когда ем. Это фраза из фильма «Осенний марафон». Практически дошло умное. Не дадёшь за творчество народов мира. Взял помидоры, положил на курицу. Помидорки сверху так маленько украсили. Ну, а на курице чё, одна всё занимает пространство. Стало быть, не надо её украшать. Ну, так немножко. Курицу кусок положи на тарелку. Ой, ладно. У меня сегодня сопли вообще. Ручьём. Так, я сделаю это всё сам себе. Четыре минуты. Я хочу взять, ну, наверное, я возьму крыло. Нож, конечно, не самый удобный. Можешь попробовать просто маленько отрезать. Так вот. Кого? Это отчёт. Ай. Ай. Возьми вторую дуилку и держи курицу, чтобы я её тут по столу ни разу... Близок локоть-то не укусишь. Называется финал нашей программы. Я не могу отломить. К чёрту это всё вот так буду ломать. Дай мне сразу салфетки. Салфетки, между прочим, дефицит. Пальчиками тут раскидывается. Ножичек бы мне маленький, конечно, лучше. Маленький, а нет. Вот так вот. Я, наконец-то, это сделал. Ты себе сам. Я себе потом сам. И у нас начинается великолепный ложка. Ложка. Праздник. Праздник урожая во дворце труда. Ну, как-то вот так, да? Да, и салатик. И салатик. Сам себе режиссёр, сам себе кулинар. Это я про себя. Так, я хочу, чтобы помидорки красные, что-нибудь добавили. Это вот убирай. Это тебе резать. Ну, смотрите, вроде... Я на скорую руку что-то тут сделал. Что-то не залезло туда. Вот. Александр, поздравляем тебя с днём рождения. Спасибо, что 34 года назад родился. Да, но это маме твоей, папе, заслуга, бабушке, дедушке. Привет, тёте тоже. И попробуем крыло. Крыло почему я взял? Ну, у пловца что главное? Крылья? Крылья, да. Покажи нам крылья свои. Прямо сейчас? Угу. Но он не курит, он же плавит. Поэтому... Движение. Плавники. В плавании. Ручки протягиваю вперед. Скажи спасибо всем людям, кто тебе сегодня звонит. Выполняю домашнюю работу. Всем спасибо, было очень приятно слышать. Поздравления, видео, что очень принимали большую активность. Саша вообще молодец, прям так хорошо сыграла на скрипке. Тут ещё песенка. Включай песенку, ну там минут секунд за 30 вырубай. Поздравляю вас с днём рождения. Для вас звучит эта песенка. Словно привет короче твой, Ласточку встретила я весной, Пьёт она снова домик свой, Тёплое гнёздышко надо мной. С днём рождения. Как зовут девочку? Соня. Соня, великолепный голос. Мне даже кажется, бросай плавание, занимайся вокалом. Ну или всем одновременно. Большое тебе спасибо, ты большая умница. Очень приятно. Всем спасибо, кто сегодня звонил нам. Счастья вам, здоровья, ну и пригодите свои поздравления справлять к нам на кухню. Спасибо, с вами было хорошо. Спасибо, Александр. Всем счастливо.